Буквально на днях стартанула игра под названием Steel Wakes the Deep и это у нас довольно оригинальная игра, которая продолжает, ну как продолжает, дополняет собой серию различных хорроров, и эта игра у нас сейчас на данный момент стоит полторы тысячи рублей в стиме, а также эта игра есть в подписке Xbox Game Pass, где я собственно и играл, и у меня к этой игре есть довольно большое количество различных претензий, но и плюсы в этой игре тоже есть, которые мы собственно в этом видео и обсудим. Поехали! Перед нами типичный хоррор от создателей игры под названием Amnesia Machine for Picks, собственно Amnesia машина для свиней, и если эта самая игра мне очень не понравилась, я про это помню, хотя я обзор на эту игру не снимал, а вот Amnesia первая была очень годной. Сюжет игры я впишу также в этот блок, по причине того, что он здесь довольно простой. Здесь мы играем за электрика Каза, который приехал на буровую нефтяную установку, на которой он является единственным электриком, который должен следить собственно за электрикой всей этой буровой установки. Если бы не его дружаник Кок, он бы на этой станции и не оказался. И вот внезапно также оказывается, что на суше он умудрился подраться с каким-то мужиком, и вот как раз для того, чтобы от всего этого смотаться, он решил поехать на вахту на эту самую вышку, где, к сожалению, доходит его полиция, звонит местному шефу и говорит о том, что надо бы его собственно хлобучить. И нас вызывают на ковер к нашему руководителю и нас собственно увольняют. И вот мы должны были уже как раз таки возвращаться в родные пенаты, на сушу, как говорится, загорать, но вдруг внезапно оказывается, что начинается происходить какая-то неведомая херня, которая и положила начало прохождению нашей игры. А что это было, я вам спойлерить не буду. И вдруг внезапно оказывается, что этот человек не имеет специализированного образования для того, чтобы работать именно электриком, а уж тем более на такой станции. Максимально все, что он умеет, это менять предохранители, чем мы собственно будем заниматься на протяжении всей игры, и также мы можем заниматься различной мелкой электрикой. Знаете, между нами уходит такая небольшая поговорка, про которую знают и Димон, и Кирилл, я думаю, довольно большое количество людей, которые с нами знакомы. Не электрик, ни хер лезть. Правда, там звучит немножечко по-другому, в чуть более грубой форме, но я думаю, посыл вы поняли. Давайте начнем с плюсов этой игры. Первое, это то, что игра проходится примерно за 5-6 часов. Я вот как раз таки потратил на нее примерно в районе 5 часов, и это идеальное для меня время прохождения игры, потому что тебе просто банально не успевает надоедать эта игра. Для меня это лично плюс. Второе, это то, что игра крайне коридорная. Если вы бежите по какому-то коридору, слева от вас двери, справа двери, а впереди Кавказ, то какая-то из этих дверей, скорее всего, ведется, скажем так, дальше, ну а в большинстве случаев за этой самой дверью вас будет ожидать просто тупо лестница на другой этаж. Поэтому заблудиться в этой игре очень проблематично. И даже в этом случае пару раз я умудрился заблудиться. Для тупых, для таких как я, все места, куда вам нужно идти, практически вообще все, помечены специальной желтой краской. Вент-решетки, всяческие выступы, лестницы, все покрыто желтой краской, куда вам нужно идти. За это тоже плюс. В этой игре огромное количество мата. Просто до хрена здесь мата. Я действительно говорю, если вы начнете играть, вы поймете прям практически чуть ли не с первых минут, что здесь столько мата, что вы охренеете. И знаете, почему я это записал в плюс? Потому что, наверное, это единственная игра за последнее время, в которой я не то что готов простить такое, скажем так, поведение в играх. Здесь именно это максимально жизненно. Если бы вы, не дай бог, конечно, попали бы в такую ситуацию, вы бы матерились, наверное, еще похлеще, чем он. Поэтому здесь за это плюс. В игре периодически появляется кута Е, и оно здесь довольно простое, за это тоже небольшой плюсик. Для тех, кто не любит вот этих всех страшилов, всего остального, здесь в этой игре есть режим истории. Я играл на обычном уровне сложности, но если вы пусечка, выбираете тогда историю. И последний пункт, который тоже довольно хорош, это то, что здесь очень часто выпадают сохранения именно перед какими-то странными и страшными моментами в этой игре, которые бы в теории могли бы умереть. Так как обычного сохранения в этой игре нет. Теперь давайте пройдемся по минусам. Первое, это то, что очень мало с чем вообще можно взаимодействовать в игре, кроме вот основных, которые вам должны выдаваться по квестам, различные рычаги, переключатели, и как раз-таки эти самые предохранители, которые прям великолепнейшим образом всегда меняются. Перед вами 4 предохранителя, третий всегда перегоревший, он третий берет, выкидывает через плечо, берет четвертый, переключает на третий. Хрен знает, что работало на четвертом. Не знаю там, какая газовая сварка, или еще что угодно могло работать на четвертом, но, видимо, Электри всегда знает, что четвертая никогда не важна, а нужно переставить четвертую в третью. Ну ладно, хорошо, спасибо хотя бы за то, что не пришлось искать, где этот находится третий предохранитель. Второе, это крайне тупой искусственный интеллект. Я не знаю, может быть на самом супер-пупер-хардкоре, может быть вас и будут убивать там с первого раза, и будут вас видеть через стены и так далее, но на обычном уровне сложности даже моб, которого, точнее, извиняюсь, монстр, который вы будете встречать на протяжении игры, может тупо на вас посмотреть и ничего с вами не сделать. А был один такой момент, когда я прятался под какой-то решеткой, ко мне в эту решетку заполз монстр, посмотрел на меня, и через дырку полез дальше. И я такой просто сижу, такой смотрю, ну, как бы, может, с одной стороны, конечно, весело, но, с другой стороны, довольно странно. Третье, это то, что игра абсолютно не страшная. Здесь нету никаких пугалок, здесь нет никаких скримеров, ничего здесь в этой игре абсолютно не пугает. Не знаю, может быть я, конечно, уже просто к этим этим привыкший, но, во всяком случае, лично для меня не было абсолютно никаких страшилок. Четвертое, очень много взято из игры Soma, на которой у нас также есть обзор, и я вас категорически заклинаю обязательно посмотреть на эту игру обзор, потому что игра просто охеретительная. Обязательно посмотрите, я надеюсь, что где-нибудь здесь будет вот ссылочка с аннотацией, но обязательно посмотрите. Пятое, это очень странный бег нашего персонажа, причем он настолько странный, что я на него примерно забил буквально после первых минут игры, потому что я такой разбегаюсь, а он такой, ух, блин, вот так вот, что-то руками как-то махает. Я, может быть, конечно, не самый топовый бегун, но, во всяком случае, я, наверное, бегаю, ну, наверное, как-то по-другому. Хотя, может, наверное, со стороны выглядеть так же убого, но здесь это показано довольно странно. И я выполнил в конце игры ачивку, при которой на протяжении всей игры вы должны бегать не больше 10 минут, и я не особо сильно удивился такой ачивке, потому что, в принципе, можно игру совершенно спокойно пройти, просто ни разу не бегая. Ну, там, может, парочку раз можно пробежаться. Шестое, это у нас отсутствуют какие-либо вообще логические задачки. Здесь вам не нужно вообще абсолютно думать в этой игре. Максимум, над чем думать, это в какую сторону крутить вентиль, да и, в принципе, другого варианта, как крутить на букву D у вас нет. Седьмое, это у нас финал игры. Крайне меня разочаровал, на самом деле. Я не... Ну, может быть, я, конечно, ожидал большего, может быть, ожидал меньшего, но реально после того, как я прошел игру SOMA, ну, уже давным-давно, но для меня концовка этой игры была настолько отвратительной и настолько шедевральной, что она мне запомнилась, ну, наверное, на всю жизнь. Здесь же просто тупо какое-то опустошение. Восьмое, наверное, одно из самых основных, наверное, лично для меня пунктов, это то, что в этой игре абсолютно нету никакой мотивации исследовать все вокруг. Возвращаемся к первому пункту о том, что взаимодействовать, в принципе, вы практически ни с чем не можете, кроме там молоточка, кружечки и еще какой-то горелки и плюс вы можете попшикать еще на огонь из огнетушителя. И, в принципе, на этом все. По сути, все, что мы будем делать в этой игре, это передвигаться, как говорится, из пункта А в пункт Б, периодически выполнять различные указания выживших людей, за что мы, конечно же, будем говорить спасибо. И, знаете, ну, возможно, это можно было бы сказать, что интересно, но с другой стороны, тут напичкано довольно большое количество клишей из разряда «Иди, включи двигатель». Идешь включать двигатель, все, двигатель включился, ой, двигатель выключился, надо идти его починить. Идешь, включаешь его, все, молодец, но у нас нету чего-то там, иди туда-то, туда-то. И вот это вот совершенно стандартные, скажем так, вещи, в принципе, сделаны так же в этой игре. Каких-то неожиданных поворотов, ну, не будет. По персонажам, довольно веселые личности, правда, в большинстве случаев они раскрываются в ровном счетом никак. И после того, как кто-либо умирает, это такое, ну, как бы умер, и как бы не умер, и как бы не пофигу. И, конечно же, у меня дополнительный вопрос. Если мы играем за единственного электрика на этой самой вышке, которого собирались уволить, и где взять другого электрика, я не знаю. Я довольно сильно удивлен тому, что наш главный персонаж постоянно говорит о том, что он здесь не был, он здесь никогда не был, вот в этой части вышки меня не было, и здесь я тоже не был. У меня совершенно логичный вопрос. Я думаю, что, наверное, электрик, это один из тех людей, которые должны прям знать всю вот эту подноготную, всей этой станции, и прям, как говорится, снизу доверху. Может, я, конечно, не прав, вы меня поправьте. А еще электрик должен быть не один. Монстр тут один, но, если быть точнее, то их, по-моему, два или три, и они все абсолютно одинаковые. Это какая-то непонятная жижа, внутри которого есть разум, и эта самая херня, вокруг себя раскидывают такие щупальца. Причем, довольно интересно сделано, что в некоторые моменты эти щупальца могут пробивать стальные, как говорится, листы, а в некоторых моментах они не могут сделать уроном счетом ничего. Оружия в игре нет, кроме бесконечного фонарика, ну, а местная фауна, в принципе, вам никакого урона не наносит, кроме, наверное, некоторого помутнения экрана, и всяческие такие прыщи, какие-то, какие-то херня появляются в углах экрана. И, в принципе, на этом все. За весь этот блок я поставлю 7,5 баллов из 10. Вот тут, на самом деле, я хотел бы похвалить разработчиков, потому что данная игра, она сделана таким образом, что вы будете упираться не в какую-то хоррор-часть, а именно в атмосферную часть. Что под собой это подразумевает? Что здесь именно атмосфера постоянного на вас давления. и в некоторые моменты вы будете ощущать какую-то мягкую, такую, скажем так, даже не мягкую, довольно хорошую тяжесть, и от этого у вас будет болеть голова. Исходя из предыдущего пункта, который я говорил о том, что игра проходит за 5-6 часов, то, в принципе, за это время вы можете, конечно, прочувствовать весь паттерн, скажем так, чувств, но с другой стороны, в принципе, плохо особенно сильно вам не станет. Помните фильм «Санктум»? Вот если вы помните этот фильм про подводников, которые решили заплыть в пещеру, то здесь примерно то же самое. То есть вы, человек, который оказался на этой самой нефтяной вышке, что тут происходит, хрен знает. И если грамотно вы сможете поставить себя, скажем так, визуально на место персонажа, то, скорее всего, игра вам понравится. Игру можно разделить на две части. Первая часть, ну, они постоянно между собой, конечно же, мешаются. Это у нас игра на воздухе. Это в тот самый момент, когда вы выходите на открытую местность. И вот за это я поставил бы довольно уверенный плюсик, потому что вот именно когда ты выходишь на улицу, всё гораздо интереснее, чем вторая категория. Это то, когда всё происходит внутри. Ну, кроме самых последних моментов, когда вам приходится дохренища плавать. По музыке я ничего не скажу по причине того, что в игре музыки банально нету. Единственное, только вот в самом конце игры будет сольное выступление какой-то девушки. По поводу звукового сопровождения тут тоже особо сильно не могу вам сказать, что мне понравилось по причине того, что в этой игре постоянно, опять же, вот это вот давление на голову шумами. Плюс, ко всему прочему, здесь огромное количество вот этих вот постоянно каких-то завываний и к этому всегда примешиваются крики каких-то умирающих людей. Прямо практически на протяжении всей игры. По поводу багов, лагов, тут не могу ничего плохого сказать. В принципе, за всю игру, наверное, единственный раз я только застрял в стене практически в самом конце игры. И то просто потому, что я, опять же, не увидел вот эту желтую краску, а я решил проплыть под водой и постоянно застрелал в каких-то корнях непонятно, но, видимо, разработчики не думают, что найдется кто-то такой человек сверхразум, который туда вообще поплывел. По поводу оптимизации игры, тут на самом деле вам понадобится довольно неплохой компьютер, по причине того, что даже на моей 4070 Super здесь у меня было порядка 65-70 кадров, а то иногда просаживалось до 50, не знаю почему. С графической точки зрения игра выглядит довольно прикольно, но я думаю, что, опять же, если у вас будет не какой-то супер мощный компьютер, то, скорее всего, вы не оцените какой-то графической части этой игры. За этот блок я поставлю 7 баллов из 10. Какой итог я могу подвести по собственно этой игре? Если вдруг по какой-то причине не дай бог вы, конечно, поиграете в Monstrum 2, который имеет очень схожую стилистику, то после этого Steel Wakes The Deep будет вам казаться какой-то божественной игрой. Если же вы перед этим решили поиграть в Сому, то эта игра будет для вас немножечко скучной и пресноватой. Опять же, по сугубо личному мнению. Как я уже говорил, игра стоит в стиме полторы тысячи и в Xbox, если она у вас есть, конечно, подписочка, можете поиграть просто так. Стоит ли покупать эту игру за полторы тысячи, я честно сомневаюсь. Даже по какой-то дикой скидке, а это полторы тысячи, это сейчас по скидке так-то она вроде 1700 стоит. Я на самом деле бы не особо сильно советовала, что сверх чего-то оригинального, по сугубо личному мнению, в этой игре нет. За что-то прям супер-пупер зацепиться, ну, тоже нет. Вполне прикольная игруха, среднячок, но я бы не назвал бы это хоррором, я бы все же назвал это каким-то немножечко психоделическим триллером, не больше. От меня этой игре 7, 3 балла из 10, если захотите, поиграйте, попробуйте. Ну, а на этом наши дорогие друзья, все, всем огромное спасибо за то, что посмотрели данный видеообзор, подписываемся на канал, ставим лайки, и, конечно же, заходим в наш дискорд канал, все будет по ссылочке в описании. Всем удачи, пока, до новых встреч.